Маленькая мечта юного изобретателя скоро может исполниться. Пока Эмир занимается в лаборатории, советский инженер совсем недавно, но уже успел по-настоящему влечься этим делом. Такое современное увлечение начинает все больше интересовать ульяновских детей. Сначала они создают своими руками что-то несущественное, например, игрушки. Потом все это перерастает в настоящие открытия, создаются роботы, которые выходят на всероссийский уровень. Большой урок, мега урок получается по технологии. То есть они учатся с нуля сначала работают с бумагой, потом с любым материалом – дерево, металл, пластик. Учатся их обрабатывать ручным элементом, электрическим инструментом. После этого они переходят на электронику, учат физику, программирование микропроцессора, работают со станками ЧПУ. То есть в результате они изготавливают своего робота. У этих ребят все только начинается. Их большие победы и открытия в будущем. А в настоящем изобретатели постарше стали победителями фестиваля робототехники «Професс-2018» в Москве. Для Андрея и Кирилла это первый конкурс такого уровня и сразу победа. Долгие дни подготовки, постоянные доработки, заново переписанные программы. Преподаватель юноши не скрывает гордости за своих учеников. К этим соревнованиям мы готовились достаточно серьезно. По несколько часов практически каждый день на протяжении последних двух недель. Разрабатывали новые концепции прохождения данного задания, новые конструкции, использовали новые программы. Собственно, все это позволило нам выиграть на данных соревнованиях. По условиям соревнований участникам нужно было создать робота, который собирал бы предметы на полигоне с определенными метками и отвозил их в условленное место. Соперники были серьезные, но робот ульяновцев оказался быстрее и точнее. Противники тоже представили хороших роботов, которые тоже могли спокойно победить нас, обыграть нас. Но вот буквально каждый лучший цвет сыграл и мы победили. Несмотря на сложные условия, точность действий и постоянное совершенствование в робототехнике, как признаются сами ребята, у них хватает времени и на учебу, и на спорт. Я прихожу после школы, делаю домашние задания, потом прихожу сюда на робототехнику, часа два-три мы здесь работаем и все. Ну, иногда, когда нужно что-то дома доделать, какие-то чертежи, я, конечно, это делаю дома. Но долго радоваться победе ребята не намерены. Уже в следующем месяце их ждут соревнования на Всероссийской Олимпиаде роботов. Вот только уже с новыми наработками. Ведь для каждого соревнования нужен свой робот, новая программа и конструкция. Однако ребята планируют обязательно вернуться с очередной победой. Именно за такими юными изобретателями будущее страны. На самом деле, данные разработки являются очень важными. Ведь робототехника совмещает в себя несколько направлений, такие как физика, математика, информатика, электроника, кибернетика. И на стыке всех этих направлений появляется как раз-таки робототехника. И специалисты по данному направлению будут востребованы в ближайшее время. Они сейчас уже востребованы. Подобные проекты поддерживает региональный фонд развития информационных технологий с целью вовлечь школьников заниматься программированием и робототехникой. И, возможно, в будущем из этих школьников вырастут настоящие ученые и изобретатели. Кристина Жакот, Данил Сурков, Новость Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин